МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧС привлекались к проведению работ. Православные христиане празднуют медовый спас. Традиция принесения меда в том, что мы понимаем, Господь дал нам возможность собрать этот урожай нового меда. А теперь об этих и других новостях подробнее. Итоги перехода ТВ-вещания на цифру обсудили в администрации Смоленской области. В целом работа по переходу на цифровое эфирное телевещание в регионе завершилась, а ее результаты признаны удовлетворительными. Министерство цифрового развития поблагодарило областные власти за обеспечение плавного перехода на цифру. В рамках федеральной программы по развитию телерадиовещания в области построено 30 передающих станций. Информация о способах подключения цифрового вещания была доступна для каждого из смолян. Для помощи жителям области в настройке оборудования была организована горячая линия. По этому же телефону можно попросить и помощь волонтеров. На сегодняшний день на горячую линию поступило около 6000 звонков. В области подготовлено более 600 волонтеров. Жалобы жителей региона на отсутствие или плохое качество сигнала в основном решаются замены антенны. На территории области, где нет уверенного приема цифрового сигнала, спутниковые операторы обязаны продавать оборудование по льготной цене. Приобрести его для социально незащищенных смолян помогают областные власти. Предоставляется компенсация. Алексей Островский предложил распределить эту льготу на ветеранов Великой Отечественной войны. Заключительный этап отключения аналогового сигнала пройдет 14 октября. 13 августа глава Десногорска Андрей Шубин провел плановое совещание с представителями комитетов администрации и руководителями муниципальных служб предприятий. Начал совещание начальник медико-санитарной части 135 Алексей Азаренков. В ходе своего доклада он отметил, что в отделении скорой медицинской помощи произошло кадровое пополнение. Организации удалось дополнительно привлечь новых фельдшеров. Таким образом, у нас было 8 человек на скорой помощи, прибыл еще 7 человек. Поэтому сейчас у нас практически все дежурства укомплектованы полноценными бригадами. Системы жизнеобеспечения Десногорска работают в штатном режиме. Нарушения и дефекты отсутствуют. Продолжаются работы по благоустройству преддомовых территорий и дорог общественного пользования. На совещании комитет по культуре анонсировал свежую фотовыставку. С 16 августа по 16 октября стартует выставка фотографий Валерия Пугачева «Десногорска» 70-80-х годов, посвященная юбилею города. Торжественное открытие состоится 16 августа в 15.30 в выставочном зале 1-го района ТЦ «Феникс», 2-й этаж. Справки по телефону 333-49. Стало известно дата и время торжественного открытия детской игровой площадки возле фонтана. Открытие состоится 16 августа в 14.00. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснат-ТВ. На территории Смоленского региона в рамках подготовки к началу учебного года проходит профилактическая операция «Школа». Проверку пожарной безопасности уже прошли 337 образовательных учреждений. В ходе проведения мероприятий сотрудники экстренного ведомства в первую очередь смотрят источники наружного противопожарного водоснабжения. Подъезды и подходы генрантам, а также их исправное состояние – оснащение здания первичными средствами пожаротушения. День знаний сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области будут задействованы в проведении уроков безопасности, в рамках которых будет осуществлен противопожарный инструктаж с педагогическим составом и учащимся школ. Кроме того, в первой декаде сентября во всех образовательных учреждениях будут проведены практические отработки планов эвакуации детей и преподавательского состава. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказала заместитель начальника управления по делам ГОИЧС по Десногорску Наталья Чувашова. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС привлекались к проведению работ по указанию в скорой два раза. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 576 сообщений, из них 220 ложные. Поступили и отработаны 11 просьб от населения. Регион начал подготовку к юбилею Победы. В следующем году в стране будет широко отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. О ходе подготовки к проведению празднования важной даты говорили на расширенном заседании областного организационного комитета под председательством губернатора Алексея Островского. Глава региона одобрил предложение митрополита Исидора и поручил социальному блоку просчитать расходы и обеспечить в следующем году всех ветеранов необходимым медицинским оборудованием за счет областного бюджета. Именно индивидуально адресная работа с ветеранами должна стать ключевым направлением при подготовке празднования юбилея Великой Победы. Председатель областного совета ветеранов проинформировал о работе по открытию домов ветеранов в каждом муниципальном образовании и поблагодарил главу региона за эту инициативу. Заместители губернатора области рассказали о мероприятиях и о ходе подготовки к проведению праздника. Глава региона отметил значимость организации работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи и обратил внимание на выстраивание взаимодействия с волонтерскими организациями и движениями, чтобы привести в порядок воинские захоронения. При этом в соответствии с поправками в закон о федеральном бюджете, принятыми Госдумой в июле этого года, субъекты федерации смогут получить субсидии на благоустройство памятников, братских захоронений и мемориалов. По предварительным подсчетам это позволит отремонтировать 41 воинское захоронение в 14 муниципалитетах Смоленщины. 14 августа в России отмечают православный праздник Медовый Спас. С этого дня начинается строгий, но короткий Успенский пост, который продлится до 27 августа. Подробности далее. В православной жизни окончание лета символизирует три любимых в народе праздника. Все они связаны со сбором урожая и отмечаются в честь Иисуса Христа. Это три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый. В церковном календаре Медовый Спас носит сложное название – происхождение честных древ, животворящего Креста Господня. В честь этого праздника в Десногорском храме прошла божественная литургия, которую провел Иерей Виталий Сладков. От прихожан требовалось просто отправиться в храм, чтобы послушать службу, а потом осветить принесенные с собой в корзинке баночки с медом. Некоторые принесли с собой не только мед с нового сбора, но и другие продукты пчеловодства, вроде сот. В будущем это может использоваться для создания полезных смесей, которые заменят зимой аптечные витамины. Спас – это одно из имен Господа нашего Иисуса Христа. И связывать эти праздники с какими-то кулинарными традициями, конечно же, нам не стоит. Просто традиция принесения меда в том, что мы понимаем, Господь дал нам возможность собрать этот урожай нового меда. И мы в знак признательности, благодарности Господу Богу приносим этот мед в храм, чтобы осветить его и затем вкушать, и чтобы он был на пользу и души, и телу. Люди в старые времена верили, что если преклониться перед честным христовым древом, то можно получить благословение на здоровую жизнь. Именно поэтому в больших городах часто устраиваются масштабные крестные ходы, в которых участвуют верующие. Из основных запретов в этот день выделяют отказ от злых мыслей. Считается, что ругаться, ссориться и скандалить в медовый спас лучше не стоит. Необходимо создать хорошее настроение и поздравить окружающих с праздником. Всех вас, мои дорогие, поздравляю с праздником. И пускай Господь нам помогает всегда неизменно с верой преодолевать любые трудности и неприятности. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Под Смоленском прошел фестиваль исторической реконструкции. Известный смоленский фестиваль Гнездово собрал рекордное количество участников и зрителей. Посмотреть на выступления реконструкторов, побывать на интерактивных исторических площадках и мастер-классах по средневековым ремеслам захотели несколько тысяч смолян. В этом году фестиваль в Гнездове прошел восьмой раз. Самый крупный в Европе курганный комплекс уже успел стать меккой для реконструкторов. Участники фестиваля, а это не только россияне, но и белорусы и украинцы признаются. Уникальное место определяет его атмосферу и позволяет прочувствовать причастность к богатой истории раннего средневековья. А теперь коротко о погоде. 15 августа в Десногорске будет облачно. Ожидается дождь и гроза. Днем плюс 21, ночью плюс 17. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях. Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся.